На примере проекта, в котором мы рассматриваем методики способы бережного извлечения вилки из розетки, это общеизвестная проблема, я хотел бы проиллюстрировать то, как работает функционально ориентированный поиск совместно с моделями физических противоречий. Дело в том, что физические противоречия являются таким же методом аналогии, как любой другой известный вам. Например, 40 приемов, это 40 методов аналогии. Например, тренды развития техники, это 9 базовых методов аналогии, которые разбиваются на механизмы этих механизмов 64, то есть есть 64 метода аналогии конструирования. Но модель технических противоречий вы знаете с первых тактов изучения ТРИС, потому что сама матрица Альшулера 39 на 39, она устроена как инструмент входа в метод аналогии, где критерием схожести является одинаковое техническое противоречие. В этом проекте вы видите, что в основном мы используем как инструмент поиска аналогий модель физических противоречий. Параметр должен быть большим, параметр должен быть маленьким, объект должен существовать и объект не должен существовать. Дело в том, что это такой же полноценный метод аналогии, как любой другой известный нам в практике конструирования. Соответственно, вы видите, что занимаясь функционально ориентированным поиском, мы можем параллельно формировать поисковые запросы в рамках силовых линий модели физического противоречия. И во всех ситуациях, когда мы ищем прототипы таким способом, мы ориентированы на то, чтобы рассмотреть все существующие подходящие для нас изобретения, направленные на процесс управления уровнем силы. Сила должна быть большой, сила должна быть маленькой. Она автоматически связана с параметром, например, дистанция между контактами. И эта связанность не должна вас пугать. В любом случае вы увидите, что перед каждой серьезной концепцией, которая здесь отображена, произведен функционально ориентированный поиск совместно с методом формулирования задачи через модель физических противоречий. Ничего в этом архи сложного нет. Но сама по себе модель физических противоречий, как ивристика, она является очень эффективной. И ее освоение позволяет вам заработать себе такие извилины, которые при анализе технической системы будут вам сами подсказывать, нет ли здесь направления пригодного для решения через модель физических противоречий, когда речь идет о управлении каким-то параметром, когда он должен быть и большим, и маленьким, или когда объект должен существовать или не должен существовать. Надо сказать, что в своих лекциях я всегда, рассказывая о модели физических противоречий, называю два варианта дизайна модели физических противоречий. Один про параметр, а второй объект должен существовать, объект не должен существовать. Обратите внимание на то, что модель физических противоречий наитеснейшим образом связана с функциональным анализом, потому что основной категорией рассмотрения функционального анализа является параметр, язык параметров, и только на языке параметров можно адекватно что-то описать, и, соответственно, идея тримминга, передачи функции кому-то другому. Ну, пожалуй, что этот обзор достаточен для того, чтобы ухватить, как это делается на практике.